Всем снова здравствуйте. У нас очередная, третья похожая лекция, мини-лекция, как я их называю, потому что они гораздо меньше обычных по стандарту C++. И, как я в прошлый раз и обещал, сегодня мы поговорим про перегрузку. Сегодня мы устроим небольшую перегрузку перегрузкой. Я предупреждаю, что эти лекции по тонким вопросам стандарта C++ не рассчитаны на начинающих. Если вы начинающие, идите смотреть основной магистрский курс. Ну, тоже так себе для начинающих. Итак, вопрос для новичка, раз мы не рассчитываем на начинающих. Вопрос для начинающих. Имеет ли смысл ключевое слово explicit для конструктора от двух аргументов? И второй вопрос. Имеет ли смысл ключевое слово explicit для конструктора без аргументов? Соответственно, давайте я быстро напомню, конечно, все собравшиеся профессионалы, но я быстро напомню, что делает ключевое слово explicit. Ключевое слово explicit блокирует неявное преобразование типа, которое задается конструктором. Вот конструктор s, он задает неявное преобразование из int в s. Вот конструктор t, он задает неявное преобразование из int в t, А вот он уже его не задает, потому что упомянутое ключевое слово explicit. Вот у нас есть fu от s, вот у нас есть bar от t. Fu от 42 работает, потому что неявное преобразование 42 в s есть. Bar от 42 не работает, потому что неявного преобразования int в t нет. Если у нас конструктор без параметров по умолчанию, но от двух аргументов, ключевое слово explicit имеет смысл ставить или нет? Если нет параметров по умолчанию. Просто два аргумента, имеет ли смысл ключевое слово, у нас есть небольшая аудитория, мы сейчас спросим ее. Если через initializer list, говорит Никита. А ответ почти правильный, если через braced initialization. Initializer list там может не быть, но там может быть скобочная инициализация, и в этом случае у нас действительно имеет смысл explicit. Потому что представим, что у нас конструктор от двух аргументов, и здесь у нас explicit конструктор от двух аргументов. Тогда согласно стандарту у нас есть, в стандарте у нас есть такой close overmatch list, и что функции кандидаты для всех конструкторов класса T, и, соответственно, список аргументов, в данном случае имеется в виду список аргументов, собственно, braced initializer list. Давайте я вам конкретно покажу этот пункт, потому что я тут умудрился как-то его очень сильно вырезать, очень сильно вырезать цитату. Вот, соответственно, overmatch list, он initialization by list initialization, вот. Значит, сначала student initializer list, а потом otherwise. Соответственно, если никакого конструктора из initializer листа не найдено, тогда resolution делается опять, и функции кандидата – это все конструкторы со списком аргументов, состоящих из элементов списка инициализации, который был предложен, значит, при вызове вот здесь. Таким образом, здесь два инта, все конструкторы из двух интов рассматриваются, explicit конструкторы тоже рассматриваются, выигрывают перегрузку, но потом говорят explicit и преобразования типа нет. В год болте мы можем посмотреть, я надеюсь, мы можем посмотреть, я надеюсь, что у нас есть то же самое для пустого списка инициализации, и для пустого списка инициализации у нас тоже может быть explicit, который тоже блокирует явное преобразование типа. Вот мы попытались вызвать bar, вот мы получили ошибку, что no matching function for call to bar. Соответственно, и нам выдали очень странные сообщения об ошибке. Нам выдали сообщение об ошибке candidate function not viable. Сегодня мы много поговорим об этом самом viable, и о том, что это вообще значит. Окей, но тут да, имеет смысл, это вот именно что ответ начинающего человека, по крайней мере сходу. Потому что второй вопрос, а есть ли вообще смысл это блокировать? Смотрите, почему мы блокируем, вернемся на слайд назад, почему мы блокируем такие вещи? Потому что это преобразование, например, если у нас есть класс, там, вектор, и у него есть конструктор с одним аргументом, который говорит, сколько ему зарезервировать памяти, то понятно, что неявное преобразование из 42, из 10 тысяч в вектор на 10 тысяч элементов это очень дорогое преобразование. Мы должны выделить память, может быть, как-то ее инициализировать, по умолчанию, может быть, еще что-нибудь сделать. Мы не хотим такого преобразования, потому что мы не хотим попадать на такие проблемы. Но если у нас конструктор от двух аргументов, и если, чтобы пользователю триггернуть неявное преобразование, пользователь должен явно написать брейст скобки, заставлять его вот здесь писать еще в явном виде АТ, а все понимают, что если написать здесь Т, это вызов пройдет, потому что тогда никого неявного преобразования не будет. Оказалось бы, а зачем? То есть, окей, explicit технически имеет смысл, а имеет ли explicit некоторый творческий смысл? Есть ли у него rational в таких кейсах? И на самом деле до некоторой степени да, потому что у нас есть перегрузка. Если у нас есть незаблокированный неявный конструктор, незаблокированный неявный конструктор рассматривается при разрешении перегрузки. То есть, если у структуры S0 и у структуры T0 есть не explicit конструкторы по умолчанию без аргументов, то вот такой замечательный вызов, фу от ничего, создаст нам ошибку перегрузки, потому что компилятор не сможет разрешить сделать неявное преобразование сюда или неявное преобразование сюда. И неявное преобразование такого рода может иметь смысл блокировать, чтобы говорить, у меня вот в данном контексте неявное преобразование должно быть вот, соответственно, только в S или только в T. Ну, это немножко условно, но... Есть смешной вопрос. Вот здесь будет ошибка разрешения перегрузки. Можно ли, учитывая, что у S0 и у T0 не explicit конструкторы без аргументов, можно ли убрать ошибку разрешения перегрузки? Ну, ее можно убрать, убрав любую из этих строчек, да? Ее можно убрать, либо убрав фу от S, либо убрав фу от T. Но можно ли убрать ошибку разрешения перегрузки в данном случае не убирая, а добавляя функции? То есть, что если мы вот тут добавим еще одну функцию? Это нам как-нибудь поможет? А остановите видео сейчас и подумайте над этим вопросом. А мы продолжаем. Да, действительно поможет. Дело в том, что в инициализации из пустых фигурных скобок есть не только для структуры и прочих такого рода типов. Она есть, например, для линтов. И если мы добавляем сюда фу от int, то фу от int выигрывает перегрузку. Давайте посмотрим, как это происходит. Одну секунду. Компиляторы грузятся. Так, давайте шрифт только побольше. Какой-нибудь 18. Вот, смотрите. Итак, у нас есть S0 и T0, как я и обещал. И у нас есть фу от S0, фу от T0. И у нас есть вызов, который фейлится в разрешении перегрузки, потому что у него две candidate function. Фу от S0 и фу от T0. Теперь мы делаем ему третью candidate function, фу от int. И, вау, все становится отлично. Он выводит на экран int, и он разрешает перегрузку в пользу int. Почему это так? Что произошло? Почему это так? Давайте подумаем, а что мы вообще знаем о перегрузке? Что мы знаем о лисе? Ничего, и то не все. Как я обычно учу перегрузки? Когда я учу детей перегрузки? Сначала на втором курсе, а потом на пятом. Я им вру. Я сначала вру им на втором курсе, потом я вру им на пятом курсе. Сеанс непрекращающейся лжи, но в методических целях. Итак, что хороший программист более-менее интуитивно понимает о перегрузке, чтобы в ней не путаться, но при этом слишком много о ней не думать? Первое. Точное совпадение выигрывает у всего. Если у вас есть функция fu от int, и вы вызываете fu от 42, то сколько бы еще всяких других fu у вас не было, поскольку 42 это несомненно int, точное совпадение выиграет. Пункт полтора. Совпадение с правильной ссылкой. Это точное совпадение. Если у вас есть fu от constant reference, и вы вызываете fu от 42, и при этом у вас есть еще fu от int, то это конфликт. Потому что 42 это точное совпадение и с int, и с constant reference. Пункт 1.75. Если у вас есть шаблон, который можно инстанцировать, чтобы он стал точным совпадением, то он проигрывает точному совпадению, поэтому точным совпадением не является. С чем связана известная засада с шаблонными копиконструкторами. Кроме того, пункт 1.9 для продвинутых. У нас есть несколько уровней совпадения с более-менее точными шаблонами. У меня есть лекция, по-моему, вторая лекция в моем магистровском курсе, где я рассказываю, как мы определяем, какой шаблон выиграет, если у нас можно инстанцировать несколько шаблонов, и каждый из этих шаблонов после инстанцирования даст точное совпадение. Сегодня мы об этом говорить не будем, потому что, как ни парадоксально, но вот это вообще не относится к перегрузке. Это относится к правилам инстанцирования шаблонов и регулируется совсем другим пунктом, даже другой главой стандарта. То, что я рассказываю, это обычно вместе с перегрузкой, разновидность лжи во благо, потому что интуитивно мы видим, что у нас есть имя фу, которое соответствует функции, которое соответствует шаблону функции. Ну и правильно думать об этом, как о перегрузке. Дальше. Второй пункт – это стандартные преобразования, которые выигрывают у пользовательских. Это то, из-за чего у нас заработал пример, который я только что показал. Преобразование пустого брейста инишалайзера листа в инту – это стандартное преобразование, конструирование инта. А, соответственно, преобразование с помощью конструктора, который вы объявили – это пользовательское преобразование. И когда у вас есть возможность сделать одно из стандартных преобразований, мы сегодня поговорим о том, какие… Нет, наверное, не сегодня. В следующий раз мы поговорим о том, какие бывают стандартные преобразования. В этом случае… Их удивительно много, кстати. В этом случае будет сделано стандартное. Типа, если у вас есть конструктор из флота и есть фу от инт. То есть у вас есть s, которая конструируется из флота, и у вас есть фу от инт, и у вас есть фу от s. И вы вызываете фу от 1.0 f. В этом случае у компилятора есть два варианта. Первый вариант – сконструировать s из 1.0 f. Второй вариант – сделать стандартное преобразование флоу-тунт. Он сделает стандартное преобразование флоу-тунт. Третий пункт – троеточие проигрывают всему, это полезно для сфина. Потому что в сфина, если не знаете, какие аргументы функции написать, но хотите, чтобы она всем проиграла и смачивалась в последний, напишите там троеточие. Сегодня я расскажу вам, как обстоят дела на самом деле. Это все очень полезно, но это не слишком глубоко. Давайте копнем немножко глубоко. И чтобы копнуть немножко глубоко, я начну с примера, который мне совсем недавно принес мой студент Сергей. А значит, он сейчас на втором курсе. И он начал писать некую программу и наткнулся на следующее. У него есть структура s, в которой он сделал explicit конструктор из трех аргументов. И у него есть структура t, в которой он сделал просто конструктор из трех аргументов. И он вызвал фу от 1, 2, 3. Где вот это 1, 2, 3, оно может попасть сюда, может попасть сюда. Но сюда оно вроде как попасть не может, потому что конструктор-то explicit. Но может быть оно сначала разрешит перегрузку, а потом выберет explicit конструктор или нет. И ему один из компиляторов выдал, что он может это скомпилировать, а другой компилятор ему выдал, что он не может это скомпилировать. Это довольно интересно. Чисто интуитивно, чисто интуитивно, этот вызов должен пройти нормально. То есть у него есть единственный шанс, он может попасть только сюда. И вот когда мы его пишем, мы ожидаем, что он попадет только сюда. Давайте посмотрим, что об этом думают разные ребята. Вот, соответственно, вот GCC. И GCC говорит, ошибка компиляции говорит GCC. GCC10.2, последняя. Она говорит, call of overloaded is ambiguous. У меня есть кандидат в FUEZ и кандидат в FUT. Теперь давайте посмотрим, что говорит кланк. 11-й. Недавно зарелизили 11-й кланк. Теперь будем всегда смотреть 11-й. Вот, кланк говорит, все отлично. Все, он смог разрешить перегрузку, сделал ассемблер, нарисовал нам красивые цвета на экране. То есть у нас есть несогласие компиляторов. А когда у нас есть несогласие компиляторов, мы должны посмотреть в стандарт языка. Правильно? Но, прежде чем смотреть в стандарт языка, давайте подумаем, а так ли интуитивно, что здесь должно быть все в порядке? Что мы знаем еще о порядке разрешения перегрузки? Смотрите. Первое. Перегрузка работает рано. Перегрузка работает раньше, чем разрешение private public. Мы вызываем s.fue, и у нас по стандарту сначала выигрывает вот эта функция fuatint, а потом выдается ошибка компиляции, что вы пытаетесь вызвать private функцию. А сейчас, опять-таки, если смотрите на ютубе, поставьте видео на паузе, найдите пункт в стандарте. Будем считать, что вы это сделали. Пункт в стандарте называется class.access. Class.access явно говорит, это пункт где-то в разделе, не относящемся к перегрузке. Как вы понимаете, все пункты, относящиеся к перегрузке, начинаются с over. Так вот, это где-то в класс.access. Но, тем не менее, тут указано, что в случае overloaded names, значит, контроль доступа начинает работать для функции, которую сначала выбрало разрешение перегрузки. Если разрешение перегрузки выбрало private функцию, ошибка человека, который пользуется классом. Именно поэтому, кстати, на практике вы никогда такого не встретите. То есть, перегружать имена в паблик и private части считается дурным тоном именно поэтому. Private функции рано или поздно начинают выигрывать перегрузку. Пользователь видит сообщение об ошибках, удивляется, начинает вас ненавидеть, приходит к вам с окровавленным топором. Дальше мы все знаем. А дальше. Перегрузка работает раньше, чем анализ равно dilet. Когда вы здесь, у вас есть здесь fuatint, у вас есть здесь fuatshort, вы вызываете fuat1, но fuatint вы явно объявили равно dilet, что ее не существует. Fuat1, это точное совпадение с fuatint, оно выигрывает перегрузку, а потом вам говорят, вы вызываете стертую функцию, и на это есть обоснование. dklf vktdev dilet. dklf vktdev dilet очень нравящийся мне пункт стандарта, позвольте, я его вам найду. Это дефолт, а где dilet? Вот dilet. Так вот, значит dilet здесь очень интересно. Здесь у нас комментарий к уголовному кодексу, потому что close звучит так, что программа, которая refers, загадочное слово, которая ссылается на стертую функцию явно или неявно, кроме как объявляет ее, это ilform программа. А дальше нам говорят, что, соответственно, если функция overloaded, то ссылка на нее считается как референс, засчитывается как референс, только если эта функция выбрана разрешением перегрузки. То есть она выбрана разрешением перегрузки, значит она референс в этот момент программы illformed. Ну, то есть ошибка компиляции. Как мы уже говорили, каждый раз, когда мы говорим illformed программа, мы имеем в виду ошибку компиляции. Каждый раз, когда мы говорим illformed no diagnostics required, мы имеем в виду ошибку компиляции, которую мы хотели бы выдать, но не можем. По каким-то причинам. Например, слишком сложный анализ для этой ошибки. В данном случае illformed diagnostics required. Ну, и диагностика, соответственно, следует. Мне очень нравится эта диагностика. Еще разок. Надо как-то научить браузер быстро открывать gotbolt. Вот. Соответственно, fu at in, delete, fu at short. Мы вызываем fu от единицы. Кланг. Что мы видим? Compilation failed. Error call to deleted member function fu. А, соответственно, candidate function has been explicitly deleted не помешало candidate function все выиграть и стать главной функцией, а вовсе не кандидат. Хотел сделать видео 15 минут. 15 минут прошли. У меня ничего не получилось. Поехали дальше. Итак, теперь все менее интуитивно. Важный промежуточный результат при, значит, размышлении над тонкими местами языка это окончательно себя запутать. Теперь мы думаем, так, а что раньше? А что раньше? Перегрузка или explicit? И именно в этом случае мы увидим ответ. И ответ будет такой, о котором мы сразу и подумали. То есть, вот как мы сразу интуитивно подумали, так оно и будет. Но вот это ощущение, что мы уже успели сами себя запутать к этому моменту всего за 15 минут, оно довольно важное в освоении C++. Итак, давайте поговорим о правилах перегрузки в целом. Как перегрузка происходит на самом деле. И на самом деле перегрузка это сложный технический процесс. Из чего она состоит? Первое. Выбирается множество перегруженных имен. Мы сейчас о каждом пункте поговорим отдельно. Видите, вот на этом стрелочка. Мы сейчас будем говорить об этом. Второе. Выбирается из множества перегруженных имен выбирается множество кандидатов. Причем кандидатом может быть не только функция. Когда мы пишем фу и дальше круглые скобки, это может быть очень много всего интересного. Это может быть конструктор, кандидатом может быть контиоператор и так далее. Дальше. Из кандидатов выбираются жизнеспособные кандидаты. После чего лучший из жизнеспособных кандидатов выбирается на основании цепочек неявных преобразований, которые строятся для каждого параметра каждого жизнеспособного кандидата. И вот дальше, если лучший из жизнеспособных кандидатов существует единственный доступен в точке вызова, то перегрузка разрешена успешно. иначе программа ill-formed. Вот это то, что происходит на самом деле. До первого пункта происходит инстанцирование шаблонов? Инстанцирование шаблонов вообще происходит отдельно. Будет шаблон инстанцирован или нет, решается на основании правил инстанцирования, которые вот в этот список вообще не входят. Вот. Соответственно, и здесь мы пока, еще раз, мы вот сегодня не будем говорить о возможности в некоторых конфликтах вызова функций с инстанцированием шаблона. Они разрешаются в другом месте. Это вот считаем, что у нас уже все инстанцировано, это чистое разрешение перегрузки. Окей. Итак, не все функции с одинаковыми именами засчитываются за перегруженные. И вот из тех, которые не засчитываются за перегруженные, есть две большие категории. Есть те, для которых перегрузка запрещена, и есть те, для которых попытка сделать еще один declaration не приводит к ошибке, а считается declaration для того же самого имени. У нас может быть сколько угодно declaration для одного имени, и всего один definition. Вот оно. Смотрите, если мы попытаемся сделать вот такой declaration, а потом вот такой declaration, то он посчитает, что это попытка оверлодинга, и оверлодинг по возвращаемому значению запрещен. А если мы сделаем такой declaration, а потом такой declaration, то это не считается за оверлодинг. Это считается за второй declaration для той же самой сущности. f от constant просто редекларит f от int. А давайте я вам, чтобы создать понимание, что вообще, ну, что вообще-то, что творится, давайте я вам покажу примерно, какие, значит, штуки являются ошибочными, а какие являются редекларейшнами. Итак, смотрите, все, что под f0, это ошибка. Ошибкой является попытка редекларить по no accept. ошибкой является попытка редекларить по возвращаемому значению. Ошибкой является попытка редекларить нестатической функции, статическую. Ошибкой является попытка редекларить функцию, у которой есть lvalue ref qualifier просто функцией. Все помнят, что такое lvalue ref qualifier, да? lvalue ref qualifier означает, что эта функция может быть вызвана только для настоящего объекта, который является lvalue. То есть это означает, что если у нас есть вот так, то s.d может быть вызвана, а если у нас есть вот так, то вот это будет ошибкой компиляции. Это называется lvalue ref qualifier. Она иногда очень помогает нам избегать всяких проблем, когда мы хотим заблокировать возможности вызова себя для rvalue. Соответственно, у нас есть rvalue ref qualifier, когда мы ставим 2 амперсанда, и мы тогда наоборот, мы блокируем возможность вызывать себя вот так. Соответственно, попытка перегрузить ее обычной функции, это тоже ошибка. Дальше, что не является ошибкой, является redeclaration. Попытка перегрузить по type def, это не перегрузка, это redeclaration. Это еще один declaration для того же имени E. Дальше, попытка перегрузить по константному или по волатильному квалификатору на параметре, не являющимся указателем, или для указателей по самому внешнему константному или волатильному параметру. Это тоже, соответственно, не ошибка, это redeclaration. Попытка перегрузить по параметру по умолчанию, это не ошибка, это redeclaration. Соответственно, если мы... Сейчас у нас все хорошо тут, да? Сейчас у нас все собралось. Что еще раз? Нормально. Ну, типа, главное самому себе не противоречить. То есть, если мы напишем вот так, то мы себе противоречим, компилятор не может понять. Но, если мы напишем вот так, int g, дальше int g оставим таким, а потом здесь сделаем int e int g равно 42. Так, сейчас. Missing default. А, я не имею права делать это с конца. Да, сори. А, равно 0 равно 42. Тогда вот так. А потом тут и равно 0 g равно 42. Нет? redefinition. А, все равно, да, он считает, что мы все равно себе противоречим. Поэтому, увы, увы, так нельзя. Жалко, кстати. По-моему, кстати, вот так можно. Вот. Вот здесь он уже не считает, что мы себе противоречим. Ну, типа, был параметр по умолчанию, потом мы про него забыли. Клево, да? Так вот, это все redeclaration. В любом случае про definition и declaration у нас будет отдельный разговор, очень подробный, очень обстоятельный. Потому что я давно хотел, опять-таки, я очень часто объясняю людям про declaration и definition. На первом, на втором, на пятом все ложь. Я очень давно хотел рассказать о declaration и definition правду. Правду. Живите по правде. Вот. Но, если мы здесь, сделаем if1, то мы увидим все вот эти ошибки. Их сейчас будет много. И вот, exception specification does not match, function differ cannot be overloaded, static non-static member cannot be overloaded. Вот. Главный вопрос здесь. Это, как одно отличается от другого? То есть, почему в некоторых случаях нам говорят, что overloading prohibited, но почему не засчитать вот это, как тоже redeclaration? Казалось бы, это одна и та же функция, ничем не отличающаяся. Точно так же, как вот это ничем не отличается. А логика процесса довольно загадочная. И когда мы будем говорить про declarations и definitions, может быть, мы к этому вернемся. Что считается declaration, что считается redeclaration, исходя из каких фундаментальных принципов люди это добавили? Пока просто запомним. Вот у нас есть две большие категории неразличимых объявлений. Те, где вам выдадут ошибку, те, где вам не выдадут ошибку и просто будет redeclaration. Дальше. У нас могут быть спрятанные объявления. Если вы сейчас смотрите это видео, поставьте его на паузу и попробуйте, не набирая этот код, просто глядя на него, показать, что будет на экране. D или B. Я предполагаю, что вы это сделали. Кстати, а что думает моя аудитория? Что будет на экране? D или B? 0 явно лучше подходит к int, чем к const.hr указателю. Правильно? И кажется, что на экране должно быть B. Но на экране будет D. На экране будет D, хотя 0 лучше подходит к int. по какой причине? Да. Видите, комментарий, из комментария все становится ясно. Имя не было протащено и, соответственно, имя скрыто. Вот это F, оно скрывает вот это F. Соответственно, мы увидим на экране D. А, наоборот, да, на экране будет D, потому что, хотя int подходит лучше и мы хотим видеть B, на экране мы видим D. Все правильно. Так вот, если мы хотим увидеть B, то мы делаем using BF, используем клей и мы видим на экране B. Замечательно. Так вот, это спрятанное объявление, которое не участвует в перегрузке. В данном случае никакое множество перегрузки не может быть построено. Почему? Потому что вот это F, оно хотя и есть, оно вот в этом контексте, в контексте D F от нуля просто не видно. Это может показаться странным, но этот пример можно упростить. Можно сказать, что у нас есть две функции, а потом мы внутри мейна явным образом говорим, что у нас где-то есть функция F от концчар-указателя. Это абсолютно такой же пример, только без классов. И вот тут все очевидно. Мы скрыли все имена, введя вот этот declaration. Этот declaration внутри скопа является единственным declaration для имени F. Если этот declaration вычеркнуть, тогда в этом скопе declaration не будет, и компилятор пойдет смотреть во внешний скоп. Но если во самом вложенном скопе declaration есть, то компилятор во внешний скоп идет идти за declaration и смотреть туда не будет. Иначе все сильно запутается, если мы будем смотреть еще на declaration во внешних скопах. И ключ к пониманию конечно лежит в стандарте в пункте over.dcl это значит две function declarations с теми же именами ссылаются на ту же функцию если они в одном и том же скопе и мы посмотрим что там дальше написано в стандарте когда мы будем говорить о declaration ok для операторов есть небольшое послабление потому что если у нас есть два оператора и мы делаем то же самое если мы делаем введение в наш скоп оператор минус который вроде как прячет имя то есть он прячет то что у нас существует оператор минус для а и вот эта штука теперь не может быть разрешена потому что единственное имя которое мы видим это b а допустим преобразование из a в b нет то минус a будет все еще работать ну потому что это оператор давайте я тоже это покажу потому что это очень красиво я видел несколько раз несколько раз людей которые на этом немножко спотыкались то есть вот мы соответственно спрятали имя и если мы будем пытаться вызывать оператор минус от a то нас ждет ошибка потому что он скажет нам error no viable conversion from a to b ну правильно имя-то скрыто правильно вот а он единственное имя которое он видит в этом скопе это вот это оператор минус от b а и b у нас абсолютно разные инвариантные типы но если мы делаем минус а то все хорошо и на экране мы кстати увидим а то есть оператор минус от а правда вызвался он вызвался хотя он невидимый так стелс как у Виктора Олеговича Пелевина были стелс напитков которые видны только в счете вот соответственно операторы это такие же стелс напитки а подумайте во-первых обоснуйте стандартом я уже обосновал сегодня достаточно много вещей пора вам самостоятельно что-нибудь обосновать сделайте это не так просто как кажется кстати и во-вторых подумайте по-человечески то есть на одну секунду притворитесь юристом а на одну секунду притворитесь человеком а почему то есть какую проблему люди пытались этим решить что люди имели ввиду когда вводили этот странный корнер кейс с послаблением для операторов это довольно интересный вопрос кстати мне он очень нравится итак множество перегруженных имен мы определились у нас есть имена которые на самом деле не соответствуют разным сущностям имена которые не могут соответствовать разным сущностям у нас есть спрятанные имена компилятор решил эту удивительно сложную задачу и собрал все имена пока что компилятор даже на параметры не смотрел он собирал только имена дальше компилятор собравший имена должен выбрать множество кандидатов включая операторы конструкторы и т.п. например как вы думаете фу от нуля это что такое это это вызов функции или это конструирование объекта и фу в фигурных скобках от нуля это что такое это вызов функции или конструирование объекта вот Никита говорит что вот это вызов функции а вот это конструирование объекта а почему это так точное совпадение с конструктором тоже в первом это 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 уже как это уже не вопрос для новичка это темный мрачный угол из серии к вам пришел на собеседование чувак от него плохо пахнет и вы хотите его как-нибудь завернуть вот оно никогда так не делайте это неэтично ну а если правда плохо пахнет с другой стороны этика такая вещь итак значит у нас есть сначала у нас есть просто конструктор у нас есть просто конструктор мы пока мы пока никакую функцию фу даже не рассматриваем давайте ее закомментируем и у нас есть просто структура в структуре есть просто конструктор в этом случае это будет вызов конструктора и это вызов конструктора никаких этих никаких проблем. То есть я хочу вам показать, что и то и другое это легальный вызов конструктора, но вы это и без меня знали. Теперь раскомментируем функцию. И когда мы раскомментировали функцию, мы видим, что фу в фигурных скобках от нуля отрубилось. Фу в фигурных скобках от нуля теперь нам говорит expected точка с запятой after expression. Хотя кланк-то вроде последний. Я сделал опцию stud c++20. Он должен понимать breast initialization. То есть, смотрите, когда я сделал функцию, вот это стало вызовом. Давайте посмотрим. Это стало вызовом функции. Тут Никита совершенно прав. Но вот это отрубилось. Это стало ошибкой. А причем интересное дополнение. У нас же вот этот вызов конструктора, вот этот вызов конструктора фу, который должен быть вроде как здесь вызовом конструктора, он создает неименованный объект. Правильно? Но мы можем вот такой же вызов может быть вообще не у имени класса, а у структуры с оператором круглые скобки внутри. Если у нас есть фу, то фу круглые скобки, это может быть объект структуры бар. Зачем я написал тут структ, кстати? А, да, сиш на эти. Слишком много учил детей язык у си. Вот. Если мы сделаем вот так, то есть, если мы добавим огня, если мы сделаем возможность как бы вызывать фу с перегруженным оператором круглые скобки, то нам скажут, а нет. У вас опять declaration-definition проблема. Вы делаете redefinition фу для другого типа символов. У вас фу было функцией, а теперь оно стало объектом. А вот то, что фу было функцией, а теперь стало типом, его абсолютно не смущает. А фу было функцией, стало объектом, почему-то смущает. А почему? А и об этом опять-таки, когда мы дойдем до definition, давайте пока посмотрим на фокусы и взрывающиеся шарики. А если мы сделаем вот так, если мы уберем вообще функцию, то нам это не помогло. У нас в этом случае все равно отрубается, у нас все равно отрубаются фигурные скобки, потому что единственный во множестве кандидатов становится вот этот, вот этот чувак, он вызывается как оператор, но для вызова оператора есть вот это, а конструктор даже не рассматривается. То есть у нас даже не рассматривается возможность, что вот это могло бы служить для создания временного объекта. То есть оно не входит в перечень кандидат. Дальше. Как обычно операторы добавляют огня, потому что операторы-кандидаты бывают четырех видов. Бывают функции-члены, бывают свободные функции, бывают встроенные операторы. Это когда вы просто вызываете a плюс b. И наконец, ну типа, смотрите, у вас может быть неявный каст a к int и b к int. Тогда a плюс b это встроенный оператор для int. У вас может быть оператор плюс внутри a, у вас может быть функция плюс снаружи a, у вас могут быть касты к int для a и b. То есть и то, и другое, и третье может существовать как кандидат. И наконец у вас, начиная с 20 стандарта, могут быть переписанные функции для спейсшип оператора. Спейсшип оператор, когда вы определяете какой-нибудь спейсшип, возвращается в трон кордеринг, он вам делает фалшн реврайтинг для оператора меньше, меньше равно, больше, больше равно, и для всех остальных операторов сравнение. Все они разрешаются в определенном порядке, и в порядке их разрешения есть определенная логика. И с этим у меня связана смешная методическая история, которую я могу сейчас рассказать. И на этом мы, наверное, уже сейчас завершим, потому что 15-минутная лекция затянулась. А, значит, смотрите, методическая история следующая. Я всегда учил детей, и я делал это совершенно искренне, что если у нас есть вот такой вывод, если мы вызываем минус а, если у нас есть оператор минус, оператор минус внутри класса, и если у нас есть оператор минус здесь, вне класса, то в этом случае тот оператор, который внутри класса, говорил я, это было на протяжении нескольких лет, тот оператор, который внутри класса будет всегда выигрывать. И это естественно, потому что он и должен выигрывать. Если вы проектируете класс, вы разработчик класса, вы написали внутри класса оператор минус, значит, он, конечно, всегда должен выиграть у любого внешнего оператора минус для вашего класса, который написали не вы, а какие-то левые чуваки. Сначала посмотрим на билтин оператора. И это оказалось не совсем правдой, хотя сейчас я вам сначала покажу, что это очень похоже на правду, а потом покажу, что это неправда. Итак, предположим, что у нас есть только оператор int, который приводит к int. И он выводит на экран билтин. И пока мы ничего не раскомментировали, вот эта строчка нам выводит на экран билтин. Отлично. Теперь давайте мы раскомментируем внешний оператор. Внешний оператор теперь начинает выигрывать устроенного оператора. Free unary-minus. То есть у нас здесь теперь рассматривается два варианта. Первое – это сделать неявное преобразование и потом сделать минус. Второе – это просто вызвать функцию минус. Просто вызвать функцию минус – это точное совпадение, точное совпадение выигрывает у неявных преобразований. Дальше. Мы раскомментируем оператор внутри класса. Member unary-minus. Все, как я рассказывал. Если мы написали внутри нашего класса оператор, то он должен выигрывать, не так ли? Он и выиграл. Вот он, выиграл. Но теперь давайте разрушим дилер. Заменим констарев на а. Я благодарен, кстати, Андрею Третьякову за то, что он это заметил в моих лекциях. Иначе я бы, наверное, до сих пор так рассказывал. Вот. А, значит, и в этом случае у нас резко началась ошибка компиляции. Потому что теперь он говорит, я не могу разрешить перегрузку. Я не могу выбрать между вот этой и вот этой функцией. Когда здесь стоял констареференс, он мог. Потому что преобразование к референсу – это все еще стандартное преобразование. У него все еще была цепочка из одного стандартного преобразования только в конце. А теперь, когда у него нет никаких преобразований, когда у него действительно точное совпадение, которое, кстати, тоже является стандартным преобразованием. Но мы поговорим об этом в следующий раз. Вот теперь он ничего не может сделать. И из множества кандидатов выбираются жизнеспособные вайбл-кандидаты. Вайбл-кандидаты – это примерно так. Соответственно, во-первых, жизнеспособными являются кандидаты, у которых m аргументов. Дальше. Если аргументов меньше, но есть троеточие, то они жизнеспособны. Если аргументов больше, но есть дефолтные аргументы – они жизнеспособны. И, наконец, чтобы любая функция была жизнеспособной, если у нее правильное количество аргументов, должна существовать последовательность неявных преобразований, которая конвертирует аргумент в соответствующий параметр f. Это вайбл, это вайбл, это вайбл. И это вайбл, потому что у нас есть неявное преобразование x к s от int. И вот здесь нас ждет внезапное озарение. Мы получаем ответ на тот вопрос, который мы задали в самом начале. Это вайбл для s, потому что для s нет неявного преобразования аргумента к s. Поэтому единственный вайбл – это структ t. И поэтому кланг прав, а gcc нет. Я даже зафайлил тикет gc-шную бакзиллу. Этот тикет там даже заакцептили. Я надеюсь, его там скоро починят. Таким образом, мы с Сергеем Виноградовым, по-моему… Вот видите, confirmed. Внесли свой небольшой вклад в совершенствование компилятора gcc. Ну, клево. А что здесь удивительно? Удивительно здесь то, что мы все остальные вещи относительно перегрузки, работает ли она раньше, чем private, работает ли она для стертых функций, мы находили где-то вне перегрузки. А вот преобразования, преобразования зашиты в саму перегрузку. Все преобразования, они прям очень жестко закреплены в настоящий процесс вот этого поиска жизнеспособных функций. И в следующий раз мы поговорим о преобразованиях более подробно и закончим рассмотрение деталей перегрузки. А на сегодня у меня все. Всем спасибо.